Меня зовут Апарин Георгий, я аудио и NLP разработчик в компании Ювенко. Мы делаем своего голосового ассистента для умной кофемашинки. Ювенко, мало, наверное, кто знает, одна ведущая компания России по разработке кофемашинок и венинговых аппаратов. Итак, глобально проблема выглядит как недостаток доменных знаний у модели распознавания речи, которые я встраиваю в голосового ассистента. И чтобы решить эту проблему, нам нужно каким-то образом обогатить лингвистическое понимание модели теми ключевыми словами, которые нам необходимо распознавать. Вот, например, такие слова, как latte, flat white, raf, то есть название кофе, они зачастую моделью распознаются неправильно, потому что данных слов не было в обучающей выборке. И что-то нам нужно с этим сделать, потому что порой raf распознается как graph, latte как plata и так далее. Вот, еще немаловажный аспект моей разработки заключается в том, что нам необходим embedded inference внутри нашей кофемашинки, то есть модель должна достаточно быстро работать и распознавать на Android плате. Вот, кстати, наша кофемашинка. Она пока что не в продаже, но к концу этого года сможете ее купить вместе с голосовым ассистентом. Глобально эта проблема имеет несколько уровней решения. Первое – это постпроцессинг самого аудио, улучшение его качества, снижение уровня шума, лучшая детекция голоса. Второй уровень – это непосредственно сама модель, улучшение ее восприятия текста, это восприятие нашего аудио, в принципе, понимание того, как лингвистически ведут себя текста наши доменные. Ну и третий уровень – это постпроцессинг уже распознанного текста от модели. Принеменяются различные большие T5 или LLM модели для исправления ошибок, модель добавления пунктуации и так далее. Сегодня я чуть-чуть затрону то, как мы делаем припроцессинг. Большую часть своего доклада я посвящу непосредственно изменению модели, и про постпроцессинг говорить я не буду. Сначала предобработка. Мы используем микрофонную решетку для выявления сектора голоса. То есть нам важно детектировать именно тот голос, который общается с нашей кофемашинкой, потому что кофемашинки непосредственно часто стоят в торговых центрах, аэропортах или местах, где на заднем плане играет какая-то музыка или слышна чужая человеческая речь. Поэтому нам нужно хорошо уметь находить нужный голос и фильтровать наше аудио от лишних шумов. Бейзлайн модель я выбрал воск 0.52, потому что она показала лучшие метрики среди других опенсорсных коммерчески доступных моделей. Это конформер-трансдюсер модель, состоящая из акустической модели, которая преобразует спектрограмму в вектор также декодера, то есть внутренней лингвистической модели, которая отвечает за понимание моделью лингвистического контекста. И мы имеем несколько уровней взаимодействия с архитектурой. Мы можем, во-первых, изменять метод декодинга, добавлять какие-то ключевые фразы, которые мы будем с большей вероятностью распознавать на графе вероятностей нашей модели. Потом мы можем добавить какую-то дополнительную лингвистическую модель, которая будет изменять метрики предсказания модели и будет обучена на нужном нам домене, будет обладать контекстными данными. Ну и мы можем взаимодействовать непосредственно с акустической моделью для улучшения понимания пришедших аудио. Это вот метрики бейзлайна. Я буду показывать метрики непосредственно на трех датасетах. Это датасет с названиями кофе, в котором короткий аудио с только названиями кофе, соответственно, датасет длинных запросов кофемашинки по 6-8 секунд и датасет аудиокниг для того, чтобы следить за переобучением. Ключевой датасет у нас здесь датасет названий кофе. Но длинные запросы тоже важны, потому что на них мы сможем увидеть плюсы и минусы представленных методов. Также хочу сказать, что эти датасеты были озвучены человеком, но датасет длинных запросов, он был сгенерирован LLM-кой, то есть вот такой вот некоторый трейд-офф между качеством и доступными данными при как бы холодном старте разработки. Да, ну и по метрикам. Мерю я word error rate, character error rate на предсказаниях. Это, соответственно, нормализованный ливенштайн по словам и буквам, буквам, character, соответственно, и метрикой RTF, real-time factor, которая значит, насколько наша модель быстро инференсится. То есть RTF равен единице в том случае, когда модель инференсит одну секунду аудио за одну секунду реального времени. То есть для embedded inference нам это будет очень важно. Первый метод, и такой, наверное, самый простой и очевидный, это изменение декодинга модели и добавление в него горячих фраз. Изначально модель предсказывает на каждой своей итерации вероятности токенов, и для поиска лучшей гипотезы, лучшей последовательности мы используем алгоритм поиска. Соответственно, мы можем добавить в него такие фразы, для которых вероятность будет увеличена в сколько-то раз, если они у нас встретятся на пути нашего декодинга алгоритма. С добавлением горячих фраз метрики на названиях кофе сильно улучшились, но на длинных запросах они внезапно сильно просели, поэтому добавление хатвардов было бы хорошим решением, отличным, которое решало бы задачу, если бы мы смотрели только на кофе. Но, к счастью, мы смотрим на задачу комплексно. Второй метод, который я попробовал в своей адаптации, это добавление External Language Model, которое обучено на текстах доменного характера, в которых были все нужные нам названия и так далее. Эта модель лингвистическая встраивается не вместо, но над нативной лингвической моделью в ISR-архитектуре, и она служит для того, чтобы рискорить вероятности токенов в гипотезах после предсказания обычной ISR-модели. Есть множество алгоритмов, которые используют как нейросетевые рискорящие модели, так и энграммные модели лингвистические. Я перепробовал несколько алгоритмов из них, и в целом они дают очень хороший результат, как на длинных запросах, так и на коротких, но они очень быстро переобучаются под домен, под те текста, которые им дали, и это было бы отличным решением, но есть также еще один ключевой минус, то, что они требуют дополнительного компьютера, дополнительного времени инференса, и, как видите, real-time factor увеличился в 5 раз примерно, что очень плохо. Если с переобучением еще можно справиться, добавив какие-то обычные текста в обучающую выборку для лингвистической модели, то время инференса мы, к сожалению, уменьшить не сможем, даже с учетом кванатизации и так далее. Это вот время инференса с int8 кванатизацией я использовал LSTM-модельки. Далее третий, наверное, самый такой сложный в плане данных и кода способ – это, соответственно, fine-tune самой модели. Но архитектура модели – это RN-трансдюсер, который состоит из энкодера, то есть блока, который вынимает фичи из аудиоспектрограммы декодера или внутренней лингвистической модели, и joiner слоев, которые, соответственно, соединяют энкодер и декодер вектора и предсказывают стейты токенов. Соответственно, мы можем fine-tune как по отдельности эти блоки, так и все вместе, но так как нам, в принципе, важно не изменить понимание аудиомодели, а именно что научить ее лингвистическому контексту, то я принял решение заморозить энкодер и обучать только декодер и joiner слои. Датасеты, на которых я обучался, состоят преимущественно из синтезированных данных. Есть датасет с короткими названиями кофе, который где-то около часа занимает времени. И датасеты длинных запросов, они, как я уже говорил, были синтезированы лингвистической моделью, но также еще поверх текстов этих синтезированных лингвистической моделью, LLM-кой, я сделал TTS-синтез и обучался также на нем. Ну и, конечно, важное уточнение, то, что важно использовать при валидации датасеты из разных доменов, чтобы следить за переобучением. Также я использовал датасет с фразами, которые похожи на кофе, а также с словами, на которых ранее ошибалась наша моделька. Ну и датасеты из длинных запросов. Библиотека, которая сильно помогла при составлении своего аудио-датасета, это LHC, очень гибкий инструмент. Для формирования ISR-манифестов нам потребуется только аудио и, соответственно, их текстовые аннотации. Эта библиотека, она была создана изначально с идеей объединить все предыдущие датасеты, их манифесты под один какой-то формат. Ну и вот вы можете видеть на экране два графика. Первый график — это я тренировал ISR-ку с всеми весами, а на втором я заморозил энкодер. Как вы видите, требуется достаточно малый эпох для того, чтобы модель переобучилась, и она, в принципе, переобучается очень быстро. И еще очень интересное наблюдение, которое я увидел, это то, что, обучаясь на синтетике, мы точно так же переобучимся и под человеческую речь. Это связано с тем, что преимущественно мы выучиваем именно лингвистические стейты языка и последовательности токенов в нем. Вот. Ну и подводя итог, я хочу сказать, что лучшим решением было в итоге совмещение фантюна и горячих фраз. Это позволило достичь высоких метрик на датасете с называниями кофе, а также достаточно приемлемых метрик на датасете длинных фраз. Ну и не сильно переобучиться под датасет аудиокниг. Ну и, соответственно, real-time factor тоже на хорошем уровне остался. Все. Это все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Спасибо большое. У нас есть на самом деле вопрос из чата. Мне даже такая мысль в голову пришла, спрашивают, пробовали ли подключать кофемашину к ассистенту, например, к Алисе? Нет, не пробовали. Ответ понятен. А, кстати, еще в чате интересуется, можно ли получить ваш номер. Но я думаю, отвечать не надо. Теперь вопрос из зала. Девушка. У меня такой вопрос. Если появится как-то новая функция у кофемашинки, и, соответственно, появится новый hot word, то есть новый сценарий использования, насколько сложно переучить? Надо ли будет переучивать сильно? Если появится именно новый hot word, у нас есть специальное приложение, в котором настройщик кофемашины добавляет, какие кофе нужны, какие кофе не нужны, какие сиропы кофе нужны. И, соответственно, по названиям кофе автоматически формируется файл hot word, то есть добавление какой-то новой горячей фразы не требует переобучения всей модели. Это именно что алгоритм поверх предсказания модели. Ага, то есть, например, если макачина научится наготовить, то она со старыми… А, все, я поняла. Макачина уже умеет. Все. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Давайте в этот раз направо пойдем. Спасибо за доклад. Было очень интересно. Я бы хотел у вас спросить, а вы использовали, вы считали такие метрики, как, например, recall или precision, ну, хотя бы примерно, то есть сколько ложных срабатываний у модели? То есть говоришь ей латта, а она тебе американо готовит? Или вообще посторонние шумы воспринимает? Посторонние шумы не воспринимает, потому что перед моделью еще стоит voice activity detector. То есть он хорошо работает, да? Вообще отлично. Насчет precision recall, их не считали, считали только точность безлайн модели на каких-то конкретных названиях кофе. Вот, соответственно, с латте, она постоянно распознавала латте, так как плата, и точность была очень низкой. Ну, а теперь 100 миллионов процентов. А вы… А, то есть сейчас уже нормально оно воспринимает, да? Отлично. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Давайте по праву обойдем всех. Спасибо. А она не может выцепить из контекста, например, вот люди просто разговаривают, говорят там латте, например, и она это выцепляет, начинает делать латте. Ну… То есть нету ли, как у Алиси, например, Алиса и потом что-то там? Есть. У нас нашу кофемашинку зовут Nero, и изначально, чтобы она начала готовить, ей нужно сказать «Привет, Nero!» или там «Приготовь кофе». И по этому референсному аудио считается эмбеддинг спикера, и последующие аудио, они именно что фильтруются еще с учетом этого референсного эмбеддинга. То есть, конечно, после активации кто-то может сказать «Латте», она может перейти дальше там на экраны настройки, экраны оплаты и так далее, но сразу готовить не станет. Сначала заплатите. А, ну, понятно. У меня есть небольшой вопрос, как все-таки у студента, который учится на информационной безопасности. Когда я услышал про устройство, которое может слушать, вот используя какого-либо шифрования, которое воспринимает сначала человеческий голос, это сигнал шифровывает, только потом отсылается в нейронку. Есть ли возможность подключиться к этой машинке из сети удаленно? Как бы внутреннее, постороннее вмешательство какого-то хакера внутрь этой кофемашинки. Да, и, возможно, есть шифрование, потому что, к примеру, машинка, которая слушает человеческую речь 24 на 7, ее, как объяснить-то, которая может спокойно подключиться, к примеру, к нашу аудиторию и просто послушать, что мы сейчас с вами говорим. И, грубо говоря, хакер получит те же самые данные один-один. Все, что я говорю, он все это узнает. Есть какое-то шифрование? Компьютерная безопасность будет также, уже разрабатывается, но другой командой, которая разрабатывает железо к этой кофемашинке, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Наверное, нет, но все мы знаем, что хакеры достаточно хорошие могут сделать что угодно, поэтому кто знает. Я думаю, в этой аудитории очень много девайсов, которые можно прослушать. И не обязательно. Давайте поправо дальше идем. Спасибо за доклад. Такой вопрос. А если будут вообще на входных данных какие-то противоречивые слова говорить? То есть вы там говорили, что вы как раз увеличиваете вес вероятности, когда слова подряд какие-то встречаются. А что, если человек произнес подряд какие-то разные совершенно слова? То есть он скажет там, я хочу кофе на альтернативном молоке, но там латте со сливками, например. Вы буквально описали наш датасет длинных фраз. То есть и в этом случае как будет это воспринято? Хорошо будет воспринято. На этом датасете как раз-таки происходит файнтюн под такие запросы. Все, спасибо, понял. А вот, можно, пожалуйста? Да, давайте дадим микрофон. У меня возник еще один вопрос. Я бы хотел узнать, а какого рода сейчас ошибки происходят? Вы сказали, что простейшие варианты типа латы на плата заменяются. Простейшие эти ошибки исправлены. А какие сейчас возникают в основном ошибки? Какие конкретно сейчас ошибки возникают, я сказать не могу, потому что сейчас скорее идет с моей стороны уклон на инференс, на ускорение инференса, на железе и так далее. Какие ошибки? Будем смотреть, когда выведем в прот и дообучаться. Понятно. А вы прунинг использовали или только планируете? Не, планирую пока что. Спасибо. Еще вопрос я видел. Молодой человек в белой футболке. Спасибо. Я тут незаметно сижу. Хотел спросить про языковую модель. Я, может быть, пропустил, но мне показалось, что там была именно RNN использована моделька, и она сильно замедляет. А пробовали ли использовать энграмную языковую модель? Да, я пробовал использовать энграмную модель. К сожалению, метрики были недостаточно хорошие с использованием энграмной модели. Более того, я пробовал алгоритм лодер декодинга и с энграмной моделью с базового датасета обучения и с RNN, которая обучена на таргетном домене. И он, к сожалению, слишком долго инференцируется. А просто энграмные подходы не дали достаточной точности. Понял. Но это интересно, потому что на самом деле энграмные модельки используются широко в различных виртуальных ассистентах, которые могут очень широкий круг запросов обрабатывать. Поэтому, возможно, стоит еще один заход попробовать сделать. Да, спасибо. Спасибо.